Зевота – очень древний рефлекс, свойственный не только человеку, но и животным. Все мы знаем, как тяжело устоять перед зевотой. Если хоть кто-то зевнул у нас на глазах, мы тоже непременно зевнем. Но с чем же связан этот феномен и почему зевота так заразительна? Всем известно, что зеваем мы тогда, когда хотим спать. И это отчасти правда, зевота действительно может быть связана с сонливостью или недостатком кислорода. Если вы устали или не выспались, зевота помогает открыть в легких так называемую мертвую зону, то есть тот объем дыхательных путей, в котором обычно не происходит газообмен. Таким образом, во время зевоты в легкие поступит больше кислорода и сонливость немного уменьшится. Тем не менее, сонливость вовсе не объясняет заразительность зевоты. Ученые доказали, что зевоты управляют зеркальные нейроны, ответственные за обучение через подражание и копирование действий других людей. Ведь именно благодаря зеркальным нейронам мы в детстве учимся всему у своих родителей. Также зеркальные нейроны отвечают за эмпатию, поэтому чем лучше мы знаем зевающего человека, тем больше мы ему сопереживаем и тем вероятнее зевнем в ответ. Проведя ряд экспериментов, ученые установили, что дети, страдающие аутизмом, не подвержены заразительной зевоте. Это еще раз доказывает, что зевоты основаны на сопереживании, ведь при аутизме отсутствует способность к эмпатии и нарушены мозговые связи, отвечающие за сопереживание. В то время как обычным людям практически невозможно устоять перед коллективной зевотой. Спонсор выпуска интернет-магазин Мосигра. Настольные игры для развлечения на логику, стратегические для одного и для компании на самые разные темы. Всего не перечислить. Ссылка на магазин в описании под роликом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. До новых встреч.